девчонки всем привет рада приветствовать вас на своем канале и сегодняшнее видео я хочу посвятить пустым баночкам я поняла что я очень люблю и смотреть и снимать подобные видео и их у меня накопилось достаточное количество для того чтобы с вами поделиться и наконец-то их выбросить и давайте начнем хочу начать с таких двух продуктов марки долива так вот они выглядят на мой взгляд это очень-очень хорошая марка она кстати и и по моему производитель это донецк если не ошибаюсь и в данном случае у меня вечерняя маска с инжиром очень классная маска ее можно носить как вечером и смывать и на ночь принципе я наносила ее на ночь и не смывала потому что она чудно впитывается имеет приятный запах текстуру она не жирная не оставляет пленки и на утро ваша кожа на достаточно отдохнувшая и свежая поэтому могу вам ее посоветовать продается данная марка в аптеках и купила вот такую вот маску долива с лимоном это у нас утренняя масочка то есть утром после вечернего ухода я делала такую масочку либо после того как я гуляла в клубах где-то пела в караоке в общем всю ночь и где-то тусила эта маска просто отлично выручала и как под глаза и как на все лицо то есть она достаточно хорошо освежала кожу и также имеет достаточно приятный аромат могу вам ее посоветовать далее покажу вам средство которое принципе никогда не показывала в своих видео потому что я не показываю данные продукты но покажу вам такую вот марку мистер пропор это марка для полов универсальное средство с натуральными экстрактами данном случае у меня лавандовая покупаю только и и она была фиолетового цвета жидкость очень хорошая марка действительно имеет прекрасный аромат пол действительно чистый без разводов но она знаменитая вот поэтому принципе я не показываю такие продукты но не могла просто так и выкинуть не показать потому что считаю действительно хорошие далее закончился у меня вот такой вот спрей от рексона это у меня была защита от пятен на черном и белом действительно 5 не оставляла имела приятно достаточно аромат но по эффекту то есть она не выдерживает ну где-то может часа три-четыре вы чувствуете запах свежести потом вот концу дня все-таки ощущается запах такой вот уже не риксон и поэтому советовать вам не буду потому что не справляется со своими обязанностями далее хочу вам показать свою любимку этого в такой вот спрей спрей господи кондиционер от эволайн это у нас смываемый кондиционер в этом случае мне глубоко питательный шикарная вещь но так как лето у нас уже подошло к концу больше я такими штуками наверное пользоваться не буду поэтому наверное вам не посоветую на синий зимний период но летом он хорошо справлялся с своими обязанностями он хорошо увлажнял и питал мою кожу поэтому я в принципе им очень довольна и объем здесь просто супер хватает надолго и вот он быстро впитывается оставляет приятный аромат на коже и не оставляет жирной пленки кто еще не пробовал искренне вам советую далее хочу вам показать такой вот гель для душа это у нас было витамин power с дыней от фа шикарный гель для душа но запах у него такой больше летний поэтому наверное вот ну как бы на зиму вот на осень я люблю более такие ароматы ванили кокоса а а фруктовые все таки ароматы мне кажется такой вот предвестник лета ну хотя я думаю лучше друг девушек это разнообразие поэтому почему бы и нет запах не надоедливый достаточно приторный был поэтому кто любит такие вот сладковатые запахи это не ваш продукт однозначно далее еще один гель для душа 100 рецептов красоты с малиной и мятой пробуждающий использовала его по утрам для душа хорошее средство мне безумно понравилось действительно он хорошо бодрил и даже в те периоды когда я пользовалась на ночь я не могла долго заснуть и подозреваю что именно из этого продукта поэтому его нужно использовать только утром очень хорошо пробуждался далее такой вот продукт для интимной гигиены у меня закончился доктора сантэ у меня уже была такая банка в принципе хорошо справляется своими обязанностями заявленными свойствами имеет приятный аромат не сушит кожу и в принципе могу вам посоветовать хорошее средство достаточно приятной жидкой консистенции далее выкидывая вот такой вот продукт извините что у меня в таком состоянии это у нас скраб для тела видите здесь полная не полная половина точно есть покупала сети простор это был аналог organic shop очень ужасный продукт он плохо набирался он плохо скрабировал кожу распределялся по ней запах у него синтетического кофе абсолютно на мой взгляд неприятный поэтому вообще вам не советую вот фирма ай лайк ужасно неприятный продукт выкидываю далее закончился мне вот такой вот шампунь от байкл хэрблс восстанавливающие любители органических шампуней и этот шампунь он конечно в принципе ничего мне не восстановил да но он имел приятный аромат лаванды так как я люблю люблю да вот что скрывать лаванда ваниль кокос это три таких моих топовых любимых аромата и принципе пользуюсь только ради запаха в целом немного он мне поднадоел здесь был большой объем поэтому разнообразие можно попробовать такой вот продукт у меня закончился это был невея сан он у меня уже стоял где-то год здесь еще есть немного средства но я выкидываю так как считаю что такие средства нужно использовать за сезон то есть за одно лето да и год уже стоять не думал уже потерял все свои свойства в целом продукт был хороший он не жирнил кожу и принципе можно было им пользоваться далее закончилась у меня такая вот пена для ванны обожаю пены для ванны особенно когда сейчас чуть похолодало ванна для меня это такой способ релаксации поэтому это у меня была хвойная тоже люблю запахи вот таких воин не напоминает лес прогулки по лесу общем классная пена в данном случае она очень хорошо пенилась и стоило принципе бюджетно так далее какой то у меня такой вот грязный абсолютный шампунь ладно покажу вам такой вот глина и лимон от гарнир это у нас был для жирных волос шампунь принципе хороший шампунь он хорошо освежал кожу головы очищал волосы пользовалась даже после масла поэтому всем могу посоветовать наверное больше не возьму потому что я все-таки люблю разнообразие далее закончился мой любимый крем для ног облепиховый обожаю не этот запах обожают от крема действительно питательный кто еще не пробовал всем советую просто вы останетесь дичайшим в восторге он очень хорошо ухаживает за кожей ног далее закончилась у меня такая вот масочка маска для тела подтягивающая с илом уже добивала честно говоря этот продукт использовала его на область бедера живота ног для того чтобы потянуть чуть кожу на принципе эффект особого не не увидела но как такое спа процедура на дыму почему бы и нет бабушка агафьи всегда рулит в этом вопросе далее закончился у меня вот такая вот мицеллярная водичка это был beauty beauty фарма забрала эту воду мамы когда была в отпуске принципе хороший продукт но немного вот когда ты наносишь на лицо тени тушь и подводку не справляется то есть если это просто тушь легко смывает макияж если это полный апгрейд то он вообще ничего не снимает поэтому не могу наверно посоветовать но им было приятно пользоваться достаточно далее попадался мне в журнале космо вот такой вот пробник от chanel шанс ты так понимаю новая какая-то у них версия которая идет вот реклама по телевизору так вот он выглядел мне запах не понравился мне показался знаете таким более женским что ли более такую назрелую женщину которая где-то лет 40 до 35 она достаточно успешная независимая но это мои такие ассоциации с ароматами я люблю проводить такие ассоциации и мне как бы кажется этот аромат не подойдет вообще шанель я очень люблю косметику люблю духи и в принципе немного расстроилась потому что я люблю пробовать такие вот слушать такие новинки да но мне он пришелся не по душе далее такой вот гель для душа от помолив роскошная орхидея по моему да запах был немного специфический такой сильно по моему очень цветочный поэтому не советую к тем кто не любит запах лаванды тем кто не любит сильно резкие запахи ну а в целом гель очень хорошие принципе не вижу смысла до покупать какие-то дорогие гели для душа мне кажется вот такие вот бюджетные типа помолив в принципе достаточно хорошо очищают кожу имеют прекрасные дужки далее далее закончился мое мое любимое средство это вот такая вот сыворотка от эволайн всеми известная которая делает дает рост ресницам которая их подкручивает и как основа под тушью использую и с ней любая тушь просто заиграет новыми красками у вас будет длинные красивые реснички с большим объем так что могу посоветовать далее закончилась у меня вот такая вот тушь это у меня эффект накладных ресниц 4d от эволайн в ней было достаточно хорошая кисточка я люблю вы знаете кисточки такой вот формы видно вам или нет не знаю но она не ровная вот чтобы вы видели она слегка изогнутая на мой взгляд это дает ресницы больше объем и ей намного удобнее пользоваться да и нижних ресничек можно добиться хорошего объема и верхней в принципе тушь бюджетная но дает хороший эффект далее закончилась у меня вот такая вот вернее не закончилась я использовала его такой вот на отдыхе средства интенсив это была ампула для роста волос и для их укрепления хорошая ампула я ее кстати растянула на два раза потому что она очень насыщенная я добавляла где-то капель 5 мою маску или шампунь и ходила где-то минут десять-пятнадцать с маской и принципе эффект мне нравится потому что волосы они были более послушными когда я использовала это средство и более какие-то мягкие блестящие поэтому в принципе я думаю можно будет еще что-нибудь попробовать из этой серии интенсив далее последние два продукта которые я вам покажу это а нет не последний покажу вам вот такое вот средство от эволайн это была у меня гиалуроновая кислота и не помню мне не кто-то подарил или я ее заказывала где-то я не помню ну в общем никакая конечно это не гиалуроновая кислота это самое обычное средство использовала его под глаза очень липкая неприятная и я так пользовалась по стольку поскольку на самом деле неприятный продукт и моя любимая подводка которую я показывала уже много-много раз это подводка от эволайн вот кстати к слову еще расскажу что не могу и найти аналогов не в люксе не в массе то есть это подводка она просто шикарно благодаря своей кисточке благодаря своей текстуре она очень насыщенная и стрелки получается идеальная никогда и не изменю и я ее обожаю всем советую последние два продукта которые я бы хотела заострить свое внимание это будет вот такой вот продукт от и в проше это серия себеспецифик я кстати не знаю пускают ли еще эту серию потому что по моему я тогда покупала в их магазине продавщица мне сказала что эту серию или будет заменять или будут ее закрывать снимает до с собой производства эта серия для жирной кожи честно говоря это у нас был какой-то геликс флян по моему с такими знаете частичками скрабирующими и ну честно еле его добивала и вообще эта серия мне не понравилась кожу она немного подсушивает смывает макияж хорошо я даже пользовалась на глазах хотя сейчас понимаю что я делала глупость потому что я очень сильно сушила кожу своих глаз поэтому тут еще осталось кстати по консистенции не очень приятно такого знаете полу густое такой вот какой-то с ним очень легко переборщить потому что когда выдавливаешь много здесь нет дезата здесь довольно таки широкая горлышко и на мой взгляд это минус продуктом неудобно пользоваться поэтому не могу вам посоветовать хотя не знаю если она продажа и последнее что вам покажу это мой любимчик тут еще осталось буквально на один-два раза на такой вот гарниер лосьон для снятия макияжа тоже пользуюсь только им никакая биодерма ничего не так не справится как вот это средство просто шикарно ну двухфазное но вопреки мнению о том чтобы фазные средства очень жирные она просто идеально снимает косметику она не оставляет жирной пленки такого маслянистого знаете вот ощущение на коже которое хочется смыть поэтому я говорю этому средству до оставлю ему просто пятерку с 15 плюсами поэтому смело могу вам посоветовать ну в принципе это были все мои пустые баночки девчонки спасибо за то что вы меня смотрели если есть какие-то вопросы задавайте если кто-то пользовался такими же продуктами буду рада обсудить их комментариях ниже всем спасибо за внимание и пока пока